сегодня ремонтируем citroen c4 значит здесь ситуация стандартная машина попала в боковую аварию вылетела подушка будем ее зашивать вот на этот раз значит люди добросовестные привезли значит бушный но новый airbag с разборочки будем менять ремонт с замены airbag чем хороша данная работа это тем что нет вот таких вот наружных отстрочек есть только внутренние то есть берем шьем хлопчатобумажной тонкой нитью и собираем вот так да а Для того, чтобы вам вынуть направляющие подголовников в Ситроене, смотрите, где фиксаторы. Сейчас я покажу резкость, если позволит. Так, вот, смотрите, они находятся вот здесь, вот. Вот они, где мой палец. Один фиксатор, и второй фиксатор, вот он. Сейчас покажу, вот он. То есть нажимаете на них и выдавливаете наружу направляющие. Теперь берем хлопчатобумажную нить. 44, 45, можно потоньше. Ставим ее на верхнюю нить и на нижнюю, на шпулечку тоже мотаем. Тоже ту же самую нить. Очень тоненькую, чтобы обязательно порвалась, если вдруг понадобится при взрыве айрбэга. Маленьких пару нюансов. Значит, когда шьете ниточкой, натяг здесь не имеет значения. Шейте так, как вам удобно, чтобы не было особо видно, ну, не просвечивался чехольчик, поролон сквозь чехольчик. Вот, строчку делайте не меньше 4-5, потому что вот завод, например, я посмотрел, сейчас делает где-то примерно 6 миллиметров. Citroen делает 6 миллиметров между иголочками шаг, чтобы вероятность разрыва была больше. Ну, я вот сделал, сколько сейчас скажу, там по циферкам у меня было 4, ну, где-то на самом деле, где-то, наверное, ближе к 5, потому что, когда вы выставляете здесь шаг, вот вроде бы циферка 4, но на разных материалах абсолютно разная длина получается. В зависимости от скользкости материала и зависит от толщины материала, то есть не всегда на ткани это самый больший шаг получается. Если кожа, то он начинает мельчить. На одной и той же цифре разное расстояние между проколами иглы получается. Вот, и перекрывайте, соответственно, дырочки, то есть вы видите, на каком расстоянии завод прошивал чехол, берите где-то на миллиметр вглубь, чтобы потом у вас с наружной стороны не было старых дырок от ткани. Но если на ткани это не так явно выражено, то на коже и эко-коже там, конечно, по-другому, на виниле там все более выражено. Ну, а на ткани тоже все зависит, какая ткань. Ну, перекрывайте на миллиметр в любом случае. Идем собирать. Если у вас есть какие-либо разрывы поролона, то сначала восстановите поролон, потом пришивайте к шитью, чтобы у вас подсох клей. У меня был маленький разрывчик вот здесь, я его заклеил, а потом пошел шить. Теперь это все более-менее подсохло, и можно, значит, делать сборку. Можно сейчас чехол натянуть на поролоновую основу, можно восстановить аэрбэк. Значит, я натягиваю чехол. Так, как же демонтировать аэрбэк, чтобы заменить на новый? Ребят, здесь все очень просто. Вы когда видели, когда я разбирал сиденье, вывалилась какая-то гаечка, я не знаю, почему она вывалилась. Значит, здесь принцип очень простой. Аэрбэк крепится, в данном случае, аэрбэк крепится на двух гаечках. Вот, одна у них была уже почему-то откручена, я не знаю, может быть, пытался кто-то демонтировать до меня его. Вот, и, соответственно, есть вот такой вот разъем, по которому подводится напряжение для того, чтобы сработал аэрбэк. Значит, сначала вы вот этот вот белый фиксатор отодвигаете вниз. Это дополнительная страховка, что у вас не вывалится разъем. И вынимаете, соответственно, весь разъемчик вниз. Вот, и потом вынимаете, ну, я так понял, это типа земли у них. Вынимаете. А дальше откручиваете вот эти гаечки, которые уже до меня кто-то пытался открутить. А установка происходит в обратной последовательности. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, ребят, готово. Зашил я этот шов. Все получилось отлично, как на заводе. Вот эти вот места, вот вы видите, да, такие, не совсем ровные швы. Это у них внутри есть такие ленты специальные, синтетические. Одна идет с этой стороны аэрбэга, а вторая идет, огибает аэрбэг с другой стороны, и они сзади соединяются. Это они дают такую утяжку. То есть на заводских сиденьях в этом месте, если посмотрите, точно такие же вот напряжения материала. Вот, значит, вот такая вот работа. Если бы я не снимал видео, это бы у меня уместилось примерно бы за час. Но так как я снимал для вас видео, это у меня уместилось часа за полтора. Вот, к сожалению, тратишь очень много времени для того, чтобы вам все это снимать, показывать, рассказывать. Так что понимайте меня тоже. Все, большое спасибо за просмотр. Вот смотрите, как на заводе шьют. Если кто-то говорит, что на заводе шьют ровно, вот смотрите, вам покажу. Вот видите, как гуляет шов. Это Ситраен завод. Я этот шов не трогал, он заводской. Я зашивал только вот здесь, вот выскакивает у них аэрбэг. Вот, так что большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Снимаю. Продолжаю снимать. Пока терпения хватает, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok